Здравствуйте! В эфире город С. Как решаются экологические проблемы в городе и как можно противостоять загрязнению территорий. Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель руководителя управления охраной окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Татьяна Овчинникова и начальник отдела экологического надзора департамента Николай Горелов. Здравствуйте, Татьяна Николаевна Николаевна Владимирович. Ну вот если поддерживать тему загрязнения территории, то насколько проблема несанкционированных свалок актуальна для города Самары, как много и часто они устраиваются? Есть ли такие критические точки, на которые постоянно приходится обращать внимание? На сегодняшний день проблема несанкционированных свалок в Самаре, к сожалению, остается еще актуальной. Есть территории, которые, как вы говорите, да, точки критические, где существуют несанкционированные свалки, но работа продолжается, как и администрации города в целом, и администрациями внутригородских районов, и общественными организациями по пресечению, по выявлению, по ликвидации свалок. То есть это как бы регулярно плановая работа, и все-таки есть какие-то положительные плоды в данном направлении, поэтому тенденция все-таки в лучшую сторону, то есть происходит уменьшение несанкционированных свалок в городе. А как они вообще выявляются, Николай Владимирович? Потому что вот если уже известно, что здесь постоянно сваливает мусор, то, наверное, можно установить камеру, еще что-то, какие-то меры принять, чтобы именно на этом месте больше он не складировался. Ну, здесь совершенно верно ведутся рассуждения, то есть смысл выявления несанкционированных свалок, он как бы сводится к тому, что получение своевременной информации по как раз фактам несанкционированного сброса. Зачастую вообще несанкционированные свалки условно, наверное, мы можем разделить на две категории. Несанкционированные свалки, где фактически регулярно осуществляется сброс в то или иное время, в ночное, в дневное, в утреннее, в выходные дни и так далее. То есть это так называемые, ну, условно глобальные, наверное, такие вот места несанкционированного сброса отходов, куда, еще раз повторюсь, регулярно, так скажем, недобросовестные водители грузовых транспортных средств сбрасывают отходы. И есть места, ну, наверное, так скажем, случайные, да, когда тот или иной недобросовестный водитель, везя отходы на полигон, может быть, принял какое-то решение сэкономить на ГСМе, да, или увидел пробку на дороге, или еще так далее, там, по каким-то причинам. Да, просто завернул куда-то влево-вправо и совершил сброс отходов. Вот здесь эти свалки, вот, которые так называемые локальные, их необходимо, конечно, выявлять, их выявить гораздо сложнее. Почему? Потому что они могут располагаться, ну, совершенно в импровизированных, так скажем, в различных местах городских, внутригородских районов. И выявляются как раз такие свалки путем, опять-таки, обращений граждан, когда неравнодушные жители нашего города пишут нам обращения, звонят нам по горячей линии, да, или сообщают информацию о несанкционированных свалках иными способами. И таких обращений очень много. Ну, и самый главный, наверное, вот метод и способ, это то, что путем проведения рейдовых мероприятий, когда сотрудники нашего управления выезжают на отследные территории внутригородских районов, и уже путем визуального, так скажем, осмотра выявляют те или иные очаги, после чего принимаются определенные меры. Да, вот это самое главное, что выявить точак, ну, тем более по звонку, легко, да, а дальше? Что происходит? Какой механизм уборки, так скажем, вот решение полноценной проблемы? Увидели, сообщили, дальше, оштрафовали. Ну, пока еще не оштрафовали, там еще надо сначала найти, кого штрафовать, да, то есть установить лицо, причастное к совершению административных правонарушений. Вот, прежде всего, те усилия направлены как раз вот на это, наши усилия в частности, то есть установить лицо, которое причастно. Вот здесь уже, наверное, может быть гораздо сложнее это все, реализовать такие планы. Почему? Потому что зачастую вот уже и водители грузовых транспортных средств, они знают и куда скидываться, и знают, где мы можем в этот момент находиться, и знают, что мы можем контролировать эту ситуацию путем как раз вот использования технических средств, своих технических возможностей, установки различных видеокамер и так далее. И здесь люди идут на определенные ухищрения, я бы сказал, даже, наверное, еще более усугубляя свои нарушения, добавляя к нарушениям в области природоохранного законодательства еще и другие правонарушения, то есть о чем говорю. Прежде всего, мы сталкиваемся зачастую с фактами, когда водители грузовых транспортных средств просто умышленно закрывают регистрационные знаки на местах несанкционированного сброса и надевают различные предметы, тряпки, бумажки, чтобы, это только предполагая о том, что мы можем там находиться и где-то это фиксировать. А вообще штрафы, они бьют по карману или нет? Потому что вот, может быть, легче заплатить там полторы, там три тысячи, но это я условно говорю, еще раз сбросить, это намного дешевле будет, чем вот ездить каждый раз на свалку официально. Ну, здесь, знаете, штрафы, конечно, они очень существенны, и здесь все в соответствии, опять же, с статьей 8.2 КОАП РФ, то есть за несанкционированное размещение отходов, это на физических лиц от 1000 до 2 штраф, на должностных лиц от 10 до 30, и на юридических лиц от 100 до 250 тысяч. Вот, штрафы существенные, но еще и применяется к нарушителям такая форма, так скажем, финансового воздействия, то есть ударить по карману нарушителя, опять же, в правовом сегменте, то есть это расчет ущерба, который нанес тот или иной нарушитель окружающей среде, когда сбросив на почву тот или иной вид отхода. А здесь уже в зависимости от классификации отхода, да, и в зависимости от объема сброшенного, здесь уже сумма будет исчисляться, то есть добавляться к этому штрафу, да, она будет добавляться, и здесь уже десятки тысяч рублей. Когда мы уже говорили о том, что запускали беспилотный летательный аппарат с целью мониторинга ситуации, фиксации административных правонарушений в области обращения с отходами. И эту практику мы всячески продолжаем, и вот на сегодняшний день у нас есть достаточно положительный опыт. Вот мы сейчас вышли на одну из, так скажем, коммерческих организаций, это кластерный инжиниринговый центр, который в своем оснащении имеет целый ряд беспилотных летательных аппаратов, различных модификаций, которые по своим техническим характеристикам достаточно, так скажем, оснащены и могут исполнять, ну, знаете, выполнять широкий спектр задач. То есть это начиная от фиксации административных правонарушений, от мониторинга вообще какого-то отдельного участка местности, либо района, выполнять эти полеты в любое время суток, в том числе и в ночное, путем применения там тепловых, тепловизоров, тепловизионных камер, так скажем, да. И плюс еще, вот тоже немаловажно, то есть те технические средства, те камеры, которые они устанавливают сами на свои летательные беспилотные аппараты, они позволяют проводить мониторинг еще и почного состояния той или иной свалки. То есть департамент будет контракты заключать, да, вот с этим подрядчиком? Здесь пока еще сложно сказать, почему, потому что у нас эта работа проводится в рамках такого пилотного проекта. Мы сейчас договорились условно о проведении таких тестовых полетов, и после чего уже будут конкретно приняты какие-то решения. В зависимости от эффективности их. А что происходит с бытовым, с вывозом бытового мусора, Татьяна Николаевна? Какие-то изменения вступали в силу с начала 2016 года, по-моему, да? Первые итоги уже можно подвести? Что происходит? В 2016 году, вот в частности в июле 2016 года, законодательством была вновь введена норма лицензирования, транспортирования отходов первого и четвертого классов опасности. То есть до этого эта норма была отменена. Вот такие изменения. Поэтому вот сейчас у нас в городе порядка 20 перевозчиков, которые имеют лицензию на транспортировку. Лицензии данные выдаются управлением Росприроднадзором в Самарской области. И вот еще о региональном операторе много было сказано в одно время. И говорили о неопределенности какой-то. Вот хочется сегодняшний день узнать, что это определилось. Много говорят в последнее время, но изменения как бы не вступили в силу с 2016 года. Он планируется заработать не позднее 1 января 2019 года. И у нас в Самарской области занимается этим Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которое уже сейчас разработало ряд документов необходимых для должной работы регионального оператора будущего. Это основной документ, это территориальная схема обращения с отходами, приказы по накоплению, по тарифам и, в общем, другие документы. Пока это все в стадии разработки и принятия, наверное, вот самая основная работа, когда будет выбираться этот региональный оператор, какие ему будут территории отведены, это будет все проводиться в будущем, в 2018 году. А вообще, если оценить ситуацию по вывозу бытового мусора, насколько она является нормальной? Какие-то есть проблемы? Мне кажется, ну как жителю города, что проблем нет, вовремя вывозится мусор. В основном, да. Как-то все вот в одно и то же приблизительно время. Или есть все-таки проблемы, которые необходимо решить? Вот с частными территориями, очень часто вот на слуху тоже, что не заключаются договоры. Как раз вы правы, что эта работа проводится в регулярном плановом режиме, то есть многоквартирный жилищный фонд обслуживается контейнерными площадками, с которых вывозится там ежедневно в определенные часы, организациями, перевозчиками. В частном жилом фонде также построены контейнерные площадки, их около 200 на сегодняшний день. В некоторых районах есть индивидуальные контейнеры около каждого жилого дома, так скажем, но это в основном Кировский район, где поселок Зубчининовка, например. И перевозчики также вывозят отходы в плановом режиме. Единственная проблема, и она достаточно глобальная, так скажем, что перевозчик напрямую заключает договор на вывоз отходов с жителями частного сектора. Нормы, которые обязывало жителей, у нас, к сожалению, законодательствия отсутствует. И поэтому здесь возникает вопрос, то есть площадка переполнена, перевозчик отходов выполняет свою работу, вывозит, но жители, так как не все заключили договора на эту услугу, не в полном объеме оплачивают ее. И здесь уже ложится большая такая финансовая растрата на бюджет городского округа, который перевозчикам в виде субсидий покрывает эти расходы. Да, вот, ну вы, если сегодня хоть причину, причина, понятно, почему так происходит. Вот из-за того, что в законодательстве нет такой вот нормы. Да, обязательно нормы. Основная причина, на мой взгляд, это не совсем высокая экологическая культура граждан, потому что как бы каждый должен осознавать свою долю вклада в окружающую нас природную среду. Ответственности за то, что ситуация становится хуже. Я хотела бы про контрольные функции, потому что не все еще сознательны, как только что мы сказали, не все экологически культурные воспитаны. Контрольные функции департамента. Есть ли специальное такое подразделение, хотелось бы, да, вот такое инспекторов, которые выезжают на точку, тут же решают проблему, находят нарушителей и так далее. Вот контрольные функции вот такого, как они выполняются? Департамент, прежде всего, осуществляет свои полномочия в рамках 36-го закона Губернской думы нашего о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды в области обращения с отходами, в области охраны водных объектов и атмосферного воздуха. Вот здесь, по этим направлениям, мы работаем, как бы, проводя, опять-таки, плановые и внеправные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ну и проводим, опять-таки, повторюсь, рейдовые мероприятия, то есть... А как часто, вот интересно, как часто рейды проводятся? Фактически эти рейдовые мероприятия проводятся ежедневно по различным районам города, и вот здесь контрольные функции, вот эти по контролю за состоянием, так скажем, наших внутригородских районов, на предмет того, что какие вообще нарушения мы выявляем, ложится на плечи, прежде всего, наших инспекторов, то есть наших сотрудников, и в большей степени, вот, наверное, так скажу, что процентов 80 – это девушки, у нас это, так скажем, женский коллектив в большей своей массе, и на своих плечах они, конечно, выносят очень действительно серьезные, вот, так скажем, решают серьезные проблемы и задачи, то есть когда они действительно находятся на каких-то свалках и на каких-то вот таких территориях, где нередко бывают, так скажем, и какие-то противостояния с нарушителями инцидентов, потому что люди, вы сами понимаете, бывают, попадаются неадекватными, поэтому... Но работа ведется, хотя хотелось бы привлечь мужскую силу к этому, таких специалистов. Я хотела еще уточнить про роли и функции районных администраций. Там есть такие специалисты, которые на местах тоже вот обнаруживают? Безусловно, там такие специалисты есть, и несмотря на то, что в соответствии с 74-м законом, опять же, Глеберской думы о том, что органы у нас районной администрации наделены полномочиями ликвидации свалок и благоустройства территорий, мы, если можно так выразиться, работаем постоянно с ними в этом вопросе в связке, и вот не так давно, буквально в сентябре текущего года, мы осуществляли с рядом администрации внутригородских районов объезд территорий, то есть когда мы смотрели непосредственно на месте с руководителями администрации, что сделано, что еще предстоит делать, и как бы подводили, так скажем, предварительные итоги по итогам работы нашей совместной за 9 месяцев, то есть на каком сейчас этапе мы находимся, что еще предстоит нам сделать. Ну вот эффект от их работы, он все-таки есть, ощутим на местах. Безусловно, потому что и, прежде всего, сотрудники городских администраций не только работают по выявлению и предупреждению санкционированных свалок, но и... Вот, допустим, стройка идет, да, и они же там ближе, они могут какой-то сигнал послать, что там замусоривание происходит около лесу, что-то, да? Безусловно, такая работа проводится, но и в качестве предупреждения вообще, то есть сотрудники администрации уставляют, так скажем, информационные плакаты, какие-то счеты с надписями, что свалка мусорная запрещена, там штраф такой... Профилактика идет, профилактика. Плюс закрывают даже въезды на ту или иную территорию несанкционированной свалки, размещая какие-то либо блоки, либо шлагбаумы. А у них есть такие полномочия? Ну, здесь, понимаете, да, то есть получается так, что нам необходимо принять все меры для того, чтобы предупредить в дальнейшем сброс отходов на ту или иную территорию несанкционированной. А здесь, как бы, ну, пользуемся вот такими методами. С совместными усилиями. Да, это очень важно. Понятно, что несколько сотрудников в департаменте городском не смогут всю территорию города, даже при очень тщательном внимании и так далее, от мусора освободить и получить все сигналы. Про водоохранные зоны, водные объекты. Здесь, наверное, своя специфика. Одно дело, территория городская, районы и так далее. А вот в чем специфика экологии на водоохранных объектах? И как продвигается эта работа? Потому что часто уже в последнее время видишь сюжеты. Тут на берег вышли, убрали мусор, и тут, значит, внимание уделяют. В этом году, да, действительно, очень было много акций экологических именно на водных объектах. Ну, в этом году, повторюсь, у нас год экологии, всем известно. Поэтому, к счастью, у нас очень много инициативных граждан в городе, которые проявляют инициативу, желают сами участвовать в таких акциях. То есть, как бы, это очень приветствуется. И был берег и Волги учтен, и берег реки Самары. На территории Воронежских озер была проведена акция. В основном здесь участвуют молодежные организации, волонтеры, студенты учебных заведений. То есть, как бы... Ну, это все курирует департамент, или они могут со своей инициативы выйти и без вашей, так, санкции начать убирать? Или вы все-таки курируете это? В основном они под эгидой либо департамента нашего, либо администрации внутригородских районов. То есть, совместно, совместными усилиями. Но это что касается общественных таких экологических акций. Ежегодно у нас проводится такая плановая работа в водоохранных зонах. Наверное, уже не первый раз тоже про это говорим, что с 2009 года мы стараемся, администрация, организовать централизованный сбор. То есть, это устанавливаются контейнерные площадки на правом берегу и на левом берегу. И делается плановая регулярная уборка территорий в местах, где массово прибывает население в летний период. Поэтому такая работа, да, проводится ежегодно. И на следующий год она тоже запланирована, чтобы наши водные объекты сохранить в чистоте. Конечно, это очень важно. Одно дело, значит, выкинуть мусор, когда нет вот этого бака для мусора. А другое дело, когда есть и человек нарушает все-таки. Это уже идет как нарушение. Это не оборудованные площадки. Да, такое впечатление, ну, по крайней мере, по городской черте, что все оборудовано. И даже культура в связи с этим повышается у людей, потому что уже все тянутся, и мусор именно вот в эти баки выкидывает. Чтобы вот еще более так привлечь внимание, инициативная группа в этом году изъявила желание сделать плакаты около таких бункеров и контейнеров, чтобы все-таки люди, кто еще проходит мимо с мусором, увидел этот плакат и мусор по назначению отправил. Да, у нас есть сюжет, лишний раз, думаю, стоит его посмотреть, о том, как волонтеры разгребают от мусора берега. Давайте посмотрим и продолжим. Пластик в один пакет, стекло получается вот в другой пакет. Уборка береговой зоны начинается с инструктажа по раздельному сбору мусора. Задача не только привести в порядок территорию, но и отправить большую часть хлама на переработку. На борьбу за чистый берег выходят молодежные организации, место действия – набережная реки Самары в Кировском районе города. Мусора очень много, потому что здесь люди отдыхают, и здесь очень много мусора, то есть его разнообразно. Тут очень много бутылок, очень много пластика находится. 2017 год объявлен годом экологии. Самое время навести порядок не только в центре, но и на окраине. Те, кому не безразлично состояние окружающей среды, уже не впервые выходят на самарские берега. В рамках экологического проекта «Чистый берег» они уже убрали километры вдоль берегов самарских рек. Мы всегда с удовольствием выходим на такого рода экологические десанты, потому что мы очень хотим, чтобы наш город был очень красивым. Акцию «Чистый город» организовал Департамент городского хозяйства и экологии. Задача – привлечь как можно больше жителей Самары к делу чистоты и порядка. Молодежную инициативу должны поддержать все неравнодушные. Донести до граждан мы, наверное, можем только через, в данном случае, через средства массовой информации привлечь их к экологической ответственности, к экологическому воспитанию через молодое поколение. За один выход удалось собрать мусора полный кузов КамАЗа и десятки мешков с бутылками. Если так пойдет и дальше, Самара станет по-настоящему чистым городом. А если речь идет о таких вот прудах, небольших озерах, потому что Волга, понятно, и легче ей, может быть, уделить внимание, а вот такие объекты, они контролируются, очищаются? Контролируются. Это вопрос тоже насущный для администрации города, потому что у нас на территории Самары находится около 170 водных объектов. То есть это озера, пруды. И к нам очень часто поступают обращения граждан, именно просьбы по очистке данных водоемов. Потому что когда на территории города, соответственно, большая антропогенная нагрузка, люди, отдыхающие на берегах этих водоемов, оставляют мусор после себя. В этом году вот у нас был очищен один пруд из трех на территории Воронежских прудов с очисткой донных отложений и береговой полосы. Но, к сожалению, в рамках небольшого бюджетного финансирования мы вот только смогли произвести очистку одного объекта. По мере возможности мы будем продолжать эту работу, потому что у нас такая работа велась и в прошлых годах, и в 2013, и в 2014, когда была возможность, чистили по 3-5 объектов в год. А какие специалисты привлекаются к очистке дна, допустим? Это же должны быть какие-то люди. Ну, в основном предварительно делается водолазное обследование, а потом специализированной техникой производится соответствующая очистка. Карпятник, цветущий сад и скейт-парк появятся на территории Воронежских озер. На эти цели запланировано до 156 миллионов рублей. Акция по восстановлению парка стала плодом сотрудничества городских властей с Русским географическим обществом в рамках Года экологии. Все началось в апреле с совместного субботника на территории местных водоемов. Пример оказался заразительным. Постепенно к мероприятию присоединились студенты, общественники из ОНФ и жители окрестных домов. А сегодня участники акции высадили липовую аллею и выпустили в одно из озер Карпов. Мы видим свою задачу, чтобы уже начиная с детских садов, экологическое просвещение было, и реализовать проект ЮНЕСКО в наших общеобразовательных школах, который называется «Образование в интересах устойчивого развития», когда люди обладали социальной ответственностью, экологическим мышлением. На сегодняшний день проведено водолазное обследование дна Нижнего пруда. Проведена очистка акватории. С территории вывезли около 20 тысяч кубов мусора. Впереди работы по выравниванию береговой полосы. Мы однозначно будем доводить все это до успешного завершения. И, соответственно, мне также хочется поблагодарить всех жителей, которые принимают активное участие. Потому что действительно с активным участием жителей мы действительно можем подготовить наш город в полном объеме к приему гостей в рамках чемпионата мира. Реконструкция парка предполагает появление стадиона, создание тротуарных и велосипедных дорожек и благоустройство набережных около каждого озера, а также установку малых архитектурных форм. Проект благоустройства обсудят с жителями на общественных слушаниях. Парк давно заслуживает того, чтобы быть преобразованным, быть более современным, более удобным, более ухоженным. И эту задачу мы в следующем году постараемся вместе с населением, вместе с жителями выполнить. Если удастся привлечь деньги в рамках программы формирования комфортной городской среды, конечно, это будет серьезно подскорить на городском решении. Природные памятники Воронежские озера заслуживают бережного отношения, как со стороны властей, так и жителей. Очистка и появление новых обитателей должны помочь водоемам восстановиться. Утки для этих озер привычные обитатели, но вот сегодня здесь появились 8 карпов. Теперь самое главное, чтобы они перезимовали. Уже в следующем году они могут дать потомство, и тогда местные рыбаки могут приходить на эти озера и рыбачить. Ну, мы сказали уже о том, что год экологии, и на самом деле экологическим проблемам много внимания, и в СМИ уделяется, и сами люди, кажется, стали понимать, что, как важно, да, экологическая составляющая жизни для здоровья в том числе. Вот какие-то итоги первые можно подвести, Николай Владимирович, что именно в этот год такой прорыв был совершен, что-то сделали больше, чем обычно. Вот где это можно почувствовать? Вы знаете, вот на сегодняшний момент, то есть по итогам 9 месяцев нашей работы, да, мы провели определенного рода анализ тех статистических показателей, к которым мы подошли вот к этому рубежу. Да, мы понимаем, что у нас еще очень много нерешенных проблем, мы понимаем, что еще год не закончен, еще можно работать и нужно работать. Да, но те статистические показатели, которые мы имеем, они уже позволяют оптиметично посмотреть, знаете, так, в будущее, вот потому что в целом стратегия, вот та, которая выработана на сегодняшний момент и руководством департамента, и руководством управления, она в целом правильная. Вот, и те статистические показатели, которые демонстрируют свой определенный рост, на это так вот условно в цифрах, это где-то на четверть, да, мы уже подросли в своих показателях по итогам 9 месяцев. Я думаю, что по итогам года нам не стыдно будет, как бы, его завершить и сказать, что год экологии у нас завершен, если не с прорывом, то, ну, существенно проделанной работой, которую мы, как бы, сделали, да. И понимаем, опять же, что проблема сегодняшнего состояния городских, так скажем, районов по вопросам несанкционированных складированоходов, она обусловлена еще и прежде всего тем, что Самара, наверное, в этом году, год экологии, наверное, не просто обычный, так скажем, встретить статистический город, да, по территории Российской Федерации, а это еще и одна из столиц проведения чемпионата мира по футболу, в рамках которого проходит, ну, совершенно глобальная реконструкция городской инфраструктуры, прежде всего, да, и это, опять же, связано с образованием большого количества различного рода отходов. Вот, и здесь мы, вот, именно год экологии встретили не просто, как бы, и провели, проводим его еще, пока не провели, да, как вот просто обычный субъект Российской Федерации, а еще как и столица чемпионата мира по футболу. Поэтому здесь было работать сложнее, вот, именно по итогам вот этого года, но я думаю, что в целом мы справились, но еще раз повторюсь, что задач еще очень много, и проблем очень много. Да, посмотреть только на дороги, да, вот сколько образуется материала, который нужно где-то... Куда-то вывезти. Да, утилизировать. И вот, Статьяна Николаевна, вы посетовали на то, что низкая экологическая культура, ну, относительно, да, у населения. Скажите, пожалуйста, а департамент может в силах, в целях профилактики образования, повышения культуры что-то сделать? У вас стоит такая задача или нет? Вы свою работу выполняете, а там образование или еще кто-то там абсолютно на другом уровне? Образование, воспитание, экологическое, повышение экологической культуры населения, да, это одна из задач нашего департамента. Здесь мы работаем и совместно с департаментом образования, который проводит многочисленные в школьных учреждениях многочисленные экологические часы, экологические акции с привлечением каких-то организаций для этого. В части вот, что департамент делает, на своем сайте размещаем экологическую информацию, необходимую для населения. Это о установке контейнеров для раздельного сбора, например, ну, для ПЭТ-тары, адреса указаны. В этом году мы изготовили и распространили детскую раскраску экологической тематики, то есть это у нас уже практика, которая была в прошлом году освоена, мы ее продолжили. Были размещены плакаты экологической тоже темы. Здесь мы совместно с департаментом образования, то есть они провели конкурс среди школьников на экологические темы, рисунки были представлены, были отобраны лучшие. Из них вот было размещено шесть баннеров и шесть афиш, таких небольших, на остановочных пунктов с привлечением внимания населения к теме экологии в городе. Нужно с самого себя начинать, чтобы в городе у нас было чисто, нужно внимание обратить на свое поведение. Поведение своих детей, наверное, поведение своих близких и так далее. Просто нужно быть гражданином, да, который любит свою страну, любит тот уголок, в котором он проживает, в котором он находится, в котором проживают его дети и в котором будут проживать его внуки. Понимаете, поэтому, наверное, начинается все с этого. Мы должны думать сегодня о будущем, а не о сегодняшнем. Не как бы сегодня прожить, а завтра там как Бог даст. То есть мы должны посмотреть вперед немножко. Да, ну вот согласно с вашей позиции. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали такую важную, полезную информацию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok